Здравствуйте, товарищи! Наши дорогие руководители, которые день и ночь напекутся о трудящихся наших, решили проявить новую инициативу. Причём эта новая инициатива состоит в том, чтобы сжать рабочую неделю и выложить 40 часов не в 5 дней по 8 часов, а в 4 дня по 10 часов. Сразу хочется сказать, что, во-первых, это какая-то такая половинная инициатива, уж если уж уж и мать, так тогда давайте пойдём дальше по этой дороге. Можно ведь уложить 40 часов и в 2 дня, в 2 суток. Работаем 20 часов, 4 часа спим, и, как говорится, жизнь будет красивой, но недолгой. Уже сегодня в интернете есть немало откликов врачей, которые говорят, что это приведёт к плохим последствиям для здоровья трудящихся. И надо сказать, что достаточно много людей, которые специально этот вопрос не изучали, но, так сказать, по первому впечатлению, отнеслись к этому отрицательно. Таковых, по крайней мере, половина наших трудящихся. Но, на самом деле, инициатива – это не новая. И корни её лежат вовсе не в каких-то придумках, и в разработках, и не за рубежом, а они лежат в интересах нынешних хозяев нашей жизни. Хозяева нашей жизни – капиталисты. А капиталисты к чему стремятся? Они стремятся к тому, чтобы как можно больше работали рабочие и как можно меньше отдыхали. И складывают себе прибыль в машину. Причём, я думаю, что все знают уже, что все пять лет подряд у нас реальное содержание заработной платы, то есть, то количество благ, которые мы можем купить на свою зарплату, сокращается пять лет подряд. В это же самое время. Мы знаем, что наши миллионеры, эти миллиардеры несказочно богатеют, причём богатеют всё больше и больше. Как это может быть? Это может быть, если экономика крутится около нулевых темпов роста. Как это может быть? Ну, это может быть только так, что если у одних забрать и другим передать, у большинства забрать и отдать меньшинству, и это меньшинство будет здорово жить. Вот это мы и наблюдаем по существу. Это все видят, что при том, что у нас экономика не развивается, что, так сказать, народ плохо живёт, и жизнь его не улучшается, и не обещают улучшения жизни. При этом ещё некоторые говорят, надо это стабилизировать. А что вы собираетесь стабилизировать? Стабилизировать – это постоянное ухудшение жизни народа. Значит, при этом начинают думать, как бы это всё оформить, и как бы народ при этом обмануть, и как бы так это представить, чтобы было бы с виду даже красиво. Красиво не получается, потому что у народа, и у тех, кто его представляет, представляет его интересы, и, по крайней мере, стоит на его защите, есть память, есть знания. И я хочу просто напомнить, что начало этой инициативы ведёт от гражданина Прохорова, известного миллиардера, который был, как известно, кандидатом в президенты. Но не на этих выборах последних, а вот ещё одни выборы назад. Вы не помните его инициативу, которая громко позвучала по всей стране, что надо перейти к 60-часовой рабочей неделе? Некоторые думают, что Прохоров предлагал перейти от 40 к 60. Нет. Дело в том, что у Прохорова, видимо, давно работают люди сверхурочные и выходные дни. Но вот если нормальным сделать 6-часовую рабочую неделю, то не надо будет платить сверхурочные и не надо будет платить деньги за работу в выходные дни. А там оплата кодексом установлена такая. Первые 2 часа сверхурочных оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы оплачиваются вдвойном. Ну и, соответственно, работа в выходные дни вдвойном. Я посмотрел, как оплачивали работу крановщикам Казани. Они не оплачивали сверхурочные в полуторном размере за первые 2 часа и, соответственно, вдвойном тем более не оплачивали дальше. То есть, там грубое нарушение вообще законов, грубое нарушение Трудового кодекса, и там вообще вопрос ждет прокуратура. Прокуратура должна заняться нарушением законов и привлечь, соответственно, за нарушение законов к ответственности работодателей. Чем тогда закончилась история? Несмотря на такие громкие заявления миллиардера Прокорова и, несмотря на то, что у него много было денег брошено и вброшено в средства массовой информации, пропаганду этой идеи, она никакого положительного отклика не встретила со стороны трудящихся, разумеется, со стороны народа. И она не встретила, к счастью, положительного отклика со стороны руководства, потому что руководству страны тоже надо думать. Если она будет воевать со своим народом, долго это руководство не усидит. И так у него же есть проблемы. А сейчас проблемы еще и усугубились. Чем они усугубились? Они усугубились тем, что с внесением проекта пенсионной реформы руководства страны продемонстрировало, что оно не собирается улучшать положение трудящихся, а собирается его ухудшать. Причем значительно. А в чем состоит ухудшение? Смертность будет выше, естественно, при этом. Если раньше 20% мужчин не доживало до пенсии, а будет 40% не доживать. Это экономия на пенсионных расходах. Если 10% женщин не доживало до своего пенсионного возраста, теперь будет 20%. Опять же экономия. Ну и одновременно с этим некоторые товарищи невнимательные не обратили внимания из-за шума, который был в связи с пенсионной этой реформой, из-за того, что там большие деньги отняли у трудящихся. А какие деньги? Давайте считать. 14 тысяч – это средняя пенсия у нас в стране. 14 тысяч – это та пенсия, которую теперь не будет платить государство в течение пяти лет. А 5 лет – это 60 месяцев, 12 умножить на 5. А 60 месяцев по 14 тысяч – это 840 тысяч рублей. 840 тысяч рублей отнято у кого? У молодёжи, прежде всего. У тех, кто ещё до этого не дошёл. Но уже сумма определена. И этой суммой воспользуются те, кто является у нас хозяевами жизни. Те же самые миллионеры и миллиардеры, те, которые постоянно повышают все доходы, и чиновники государственные повышают все доходы, жируют при этом. Думцы, например, по 400 тысяч имеют. И у них другой пенсионный закон. У них закон о пенсиях госслужащим. Они не относятся к трудовым пенсиям, так сказать, или закон о трудовых пенсиях. В РФ к ним не относятся. Их закон говорит о том, что они будут получать 75% от дохода. Ну, вот если 400 тысяч и 75%, это как раз 300 тысяч. И вот 300 тысяч бедные, несчастные, труженики, трудоголики Думы и Советы Федерации будут получать, выходя на пенсию. Вот эту картину нам надо видеть. Поэтому при таком раскладе и при понимании того, что у нас не может быть единой точки зрения в стране, потому что есть точка зрения трудающегося большинства, и есть точка зрения жирующего меньшинства. И эти точки зрения прямо противоположны. И что должно делать жирующее меньшинство? Оно должно что-то придумывать. Причем забота о том, чтобы что-то такое придумывать, она не является заботой только нашего правительства. Это забота и правительств других буржуазных стран. Поэтому она проявила себя в деятельности Международной Организации Труда, которая, как известно, не является организацией. Это не Всемирная Федерация профсоюзов. Это Международная Организация, которая пытается так или иначе решить вопросы труда, но с позиции буржуазной. И вот эта Международная Организация Труда в 2014 году приняла такое решение. Вот примерно так же высказалась, как гражданин Медведев высказался, только он где-то тут опоздал. Что она предложила? Дескать, давайте будем укорачивать рабочую неделю. Причем при этом укорачивании рабочий день не хотят укорачивать. Почему не хотят? Представители буржуазии делают более короткий рабочий день. Потому что, когда будет более короткий рабочий день, люди будут больше отдыхать, будут более здоровыми, они будут более сознательными, они смогут участвовать активно в профсоюзной деятельности, в политической деятельности. И они смогут отставить свои экономические интересы более решительно и более определенно. А как бы так сделать, чтобы, уходя с работы, человек думал не о том, как собраться с товарищами и решить профсоюзные вопросы, то есть, защитить интересы работников своей профессии, как добиться повышения зарплаты, как сделать хороший коллективный договор, который улучшил бы их жизнь. Вот они должны еле-еле добраться домой, там рухнуть, а утром рано встать и поехать снова на работу. И когда они эти 4 дня так проведут, по 10 часов, то после этого вот эти самые 3 дня, как говорится, их не спасут. Потому что, если человек нормально работает и нормально отдыхает, он может в таком режиме очень долго работать, жить и развиваться. А если он перерабатывает и сломается, то он может валяться потом на диване или в моральном отношении. Люди спиваются, потому что после такой работы хочется напиться и забыться. Поэтому ничего хорошего в этом не было, и надо отдать должное Федерации независимых профсоюзов России, что она в 2014 году выступила против этого проекта, и этот проект загас. Но всё меняется в нашем мире. Значит, меняется то, что в этой Федерации значительное место занял гражданин Исааев. Я его знаю очень хорошо и давно. Гражданин Исааев, заместитель сейчас председателя ФНПР, и он был творец, активный продвигатель проекта Трудового кодекса, который лишал трудящихся самых основных существенных прав. И этот с треском его проект Трудового кодекса пропал. Проект Трудового кодекса Фонда рабочей академии, в написании которого я принимал участие, вместе с товарищем Федотовым мы сделали, и выдвигала тогда целая группа депутатов. Сначала Ионов, Шандыбин, Корсаков и Григорьев, потом Тимурас Авриани, известный рабочий лидер Кузбасса, потом товарищ Шейн, который и сейчас тоже депутат Государственной Думы. И этот наш проект получил второе место. Тот проект, с которым выступал Исаев, там набрал какие-то крохи, и, как говорится, он получил оплюху, в том числе в Государственной Думе. Но свою антирабочую позицию он не забыл, и он его продвигает. Он теперь на очень важных постах. У него два поста. Во-первых, он заместитель председателя ФНПР. Вот сейчас вы зайдите в интернет и посмотрите материалы по вот этому предложению о том, чтобы сжать рабочее время в меньшее число дней. Ни копейки, ни минуты не добавив к отдыху и к свободному времени, а чтобы, так сказать, работали столько же, только в неудобных условиях, и чтобы в эти дни, когда они собираются, не могли ни встретиться, ни поговорить, ни обсудить, ни поработать над коллективным договором, ни решить какие-то другие свои вопросы, и вопросы здоровья уже он не может откладывать на выходные дни, когда все будет не работать. Мы и сейчас уже знаем, что бывает, так сказать, вот в наших лечебных учреждениях, когда вы придете туда в выходной день. Поэтому вот этот самый гражданин Исаев, он теперь заместитель председателя ФНПР. Но одновременно он является заместителем руководителя фракции «Единой России», который предлагал вот этот пенсионный закон. И, видимо, слава вот этого, вот эта слава Исаеву, как человека, который уничтожает вообще завоевания, которые были у рабочего класса в России, она, видимо, ему покоя не дает, ему хочется новых каких-то лавр. Вот это, ну, вот он поэтому и с этим вылез. И Шмаков молчит. Я, например, как человек, умеющий читать, мне интересно было бы почитать письмо, которое послали ФНПР. Я открыл интернет и стал смотреть. А там написано, что вот письмо послано не позднее 13 августа. Потому что, скажем, в отличие от ФНПР, Минтруд сразу сказал, когда он получил это письмо. И сразу же, так сказать, высказался такое сомнение. Он, так сказать, сомнительно к этому отнесся. Во всяком случае, он не хочет брать Минтруд на себя ответственность за это вот ухудшение положения жизни и условий организации рабочих. А письмо, собственно говоря, отсутствует. Но мы и так понимаем. Оно потому и отсутствует, что им нечего сказать. И нечего объяснять. Потому что давайте укладывать 40 часов в 3 дня, в 4 дня, в 2 дня. Ну да, вот они предлагают в 4. Что в итоге получается, что господин Исаев, он обеспечивает, так сказать, приводной, превращает эту самую ФНПР в приводной ремень от партии буржуазной к массам. Чтобы вот эти Федерация Процессов России решала то, что нужно буржуазии. И не решала то, что нужно трудящимся. Вы видели какой-нибудь митинг в защиту того, чтобы повысить реальное содержание зарплаты? Вы видели такое хоть от требования, предложения со стороны ФНПР? Она же участница трехсторонней комиссии. Может, она там что-то хорошее говорит? Но ничего, никаких следов этого нет. Невозможно. Я вот этим вопросом интересуюсь. Невозможно это узнать. Нигде не видно, так сказать, что она делает. Было время, когда ФНПР организовывали митинги, какие-то выступления трудящихся для того, чтобы можно было поправить дела с зарплатой. Ну, это же очевидно, что ничего не делает. Так она теперь превратилась в вот этот самый приводной ремень и решает задачи прямо противоположного класса. И мы ничего не поймем в этом деле, если будем искать какое-то общее решение. И тут общего решения нет. Либо тут будет сохранено то, что завоевано, либо будет отнято то, что завоевано. И это будет очередное, произойдет очередное наступление на интересы трудящихся, на интересы рабочего класса и очередная помеха его организации. Я думаю, что с немалое значение здесь имеет вот та ситуация, которая сейчас сложилась. Вот Медведев поехал на конференцию Международной организации труда. Там послушал их вот эти бредни буржуазные. Приехал он сам руководитель буржуазного правительства, во-первых. Во-вторых, он руководитель буржуазной партии «Единая Россия». Так что сама его роль обязывает действовать в интересах буржуазии. Он и действует в интересах буржуазии. Надо и понимать, что это предложение вполне буржуазное. И он его решил сначала выпустить. Этот шар повисел, но нет такого великого авторитета у Дмитрия Анатольевича, чтобы народ прям бросился аплодировать такому предложению. Тогда он включил вот этот приводной ремень. Как известно, Федерация независимых профсоюзов России не в лице своих членов, потому что члены профсоюзов, которые входят в эту федерацию, это профсоюзики, это трудящиеся, которые соединились в первичные организации. Они борются одни хуже, другие лучше. Но это те люди, которые могут переизбрать своих руководителей и сделать свою организацию боевой. Наше законодательство нынешнее, все вообще права основные по защите интересов работников, передало первичным профсоюзным организациям и коллективам. Поэтому коллективы и первичные профсоюзные организации им нечего смотреть наверха, профсоюзные. Они могут заключать соглашения, могут заключать коллективные договоры, могут вести переговоры. Люди, которые ведут переговоры, должны освобождаться от работы с оплатой по среднему в течение трех месяцев. Люди, которые будут участвовать в коллективных трудовых спорах, тоже руководителями организаций. Согласно закону, должны освобождаться от работы с оплатой по среднему на срок до трех месяцев и так далее. То есть, верхушка, которая сгнила профсоюзная, она не мешает профсоюзным организациям вести свою работу, тем более не мешает трудящимся собраться и переизбрать всех руководителей, которые надо. У нас уже на канале речь шла о том, что можно сделать так, чтобы не отрывались руководители. Если их наделишь деньгами, и они начнут думать только о своей жизни, то они могут оторваться от трудящихся. Можно сделать два председателя или три председателя. Эта ставка будет разделена на три части. Один человек раз в три месяца будет месяц работать освобожденным профсоюзным работником, а два месяца будет работать на своем рабочем месте. И поэтому он остается рабочим. Он не перестает быть человеком, который имеет те же самые условия, как основная масса его товарищей. То есть, это поле, на котором надо ездить. И вот, видимо, это поле, эту возможность нужно придушить. То есть, зачем зачевается противниками рабочего класса, господствующим классом буржуазным вся эта компания для того, чтобы так сделать, так сказать, рабочее время организовать, чтобы рабочие не смогли организовываться. Пусть рано встают в 10 часов, когда будет у вас рабочий день. Рано вставайте. Как вы знаете, сейчас в городах по полтора часа вы потратите на дорогу. Потом, пока вы туда придете, не в последнюю минуту должны прийти. И вам же нужно еще переодеться там, приготовиться и так далее. И вечером как-то вам тоже не до чего. Лишь бы только успеть быстро добраться до дома и попытаться заснуть и на ночь наесться, потому что у вас был обед, и у вас получается тогда не 10, а 11 часов в итоге выпадет. Правильно? Это 10 часов рабочий день, а 11 часов выпадает. Вот посчитайте. Если вы с 8 начинаете, прибавьте 11. Сколько будет? Это будет 19 часов. В 19 часов вы закончите и половина девятого приедете домой. Вот вам и общение с детьми, вот вам общение с семьей и так далее. Вот вам и болезни, всякие, связанные с ненормальными перегрузками и прочее. Но и самое главное, и вот эта затея направлена на то, чтобы рабочий класс не смог организоваться. А рабочий класс ставит уже вопрос не о том, чтобы туда-сюда двигать одно и то же рабочее время, а о том, чтобы сократить рабочее время до 6 часов. Вот наиболее активные отряды рабочего класса уже эту задачу решили. Я имею в виду профсоюз авиационных диспетчеров во главе с президентом Ковалевом Сергеем Анатольевичем. Его интервью у нас размещено в газетах «Народная правда». Оно размещено на канале Рабочее ТВ Москвы, я очень всем ее рекомендую. Вот. А другие товарищи тоже в этом направлении двигаются и собираются этого добиться, и вот как бы им помешать. Вот эта мера и направлена на то, чтобы помешать трудящимся добиться сокращения рабочего дня. Рабочий день – вот главная единица. И еще один момент надо принять во внимание при рассмотрении этой инициативы. Зачем вот нужно уложить в 4 дня? Мы и так видим, что в случае забастовки приглашаются кто? Шрикбехеры. То есть, приглашаются люди, которые будут придут на эти рабочие места. Но практика забастовщиков состоит в том, что если вы бастуете, не надо уходить домой, надо находиться на рабочих местах. И чтобы у вас эти рабочие места не заняли, потому что если их займут другие люди, которых наймут отдельные выделенные деньги, то потом вас уволят. Поэтому надо находиться на рабочих местах. Но вам сейчас предлагается всем коллективно на рабочих местах находиться только 4 дня. Это значит, что остается еще 3 дня свободных, и ваши рабочие места пустуют. А раз они пустуют, то туда можно, на эти рабочие места, нанять всякого рода штрикбрехеров и официальных, и вполне неофициальных, просто людей, которые согласятся работать на ужасных условиях. То есть, они будут работать, скажем, 3 дня по 14 часов, 42 часа в неделю на этих рабочих местах, на которых вы не будете находиться, поскольку если 3 дня хотят освободить от вас эти рабочие места, вот эти 42 часа. И вы уже тут не главные. Главные тут, которые получают мало и в плохих условиях. Поэтому с вами было еще хуже обращаться, и положение ваше еще хуже. Поэтому свои рабочие места надо держать, с них не уходить, тем более на целый день. Поэтому вот эта вот инициатива должна быть отвергнута, и вы должны иметь своих рабочих инспекторов и профсоюзных, которые следят за тем, чтобы на рабочие места другие люди могли прийти. А теперь давайте отметим, как инициатива Прохорова о том, чтобы перейти к 6-часовой рабочей неделе, может быть реализована благодаря вот этой ценной инициативе Медведева и ФНПР. Значит, итак, представим себе, что им удалось протащить решение о том, что, так сказать, будет 4 дня по 10 часов, и будет, произойдет сжатие недели до 4 рабочих дней по 10 часов, и, соответственно, рабочие места свободны. Это открывает дорогу для всех работодателей предлагать трудящимся заработать. Вот есть 3 дня, пожалуйста, идите и работайте еще 3 дня. Давайте считать. 4 дня вы будете получать в венарном размере, значит, первые 2 часа, когда вы придете на пятый день, вы будете получать в полутором размере, и то, если строго будет соблюдаться закон, то вы будете получать в двойном размере. А зачем в двойном? Чтобы вас сюда затянуть. И вы будете работать в итоге сколько? 7 дней в неделю. Причем, ну, раз вы взялись по 10 часов работать, да, у нас это же норма становится, 10 часов, то, значит, остальные 3 дня тоже по 10 часов, то есть, еще 30 часов. Итого, значит, вы отработаете 40 часов нормально, и еще 30 часов сверхурочные выходные дни. Собственно, это и будут выходные дни. Вот выходные дни вы отработаете. Вот куда это дело придет. Причем, что будут говорить? Ну, вот сейчас, видите, у кого кредиты взяты, у кого, так сказать, зарплана маленькая. Давайте, хотите заработать, давайте. И вот места свободные, идите. Что вы там будете делать дома? Идите, зарабатывайте, живите хорошо, но недолго. И вот это тайные планы наших дорогих хозяев жизни капиталистов. Чтобы люди не маялись дома, не думая о чем, что они, так сказать, не знают, куда руки прилагать. Идите, идите на свои рабочие места и работайте. 4 дня по 10 часов – норма. И еще сверхурочно. То есть, работа в выходные дни. Если 3 дня выходных – это работа в выходные дни, работайте в эти выходные дни. Ну, кто не может работать все 3 дня? Ну, работайте тогда 2 дня. Кто не может 2 дня? Ну, один день всякому работает. Ну, и вот и получится. Кто-то будет работать 50 часов в неделю, кто-то будет 60, а кто-то будет 70. Я думаю, что у нас смертность будет все больше и больше расти. Соответственно, рождаемость все больше и больше падать. Вот такая картина. Вот какие тайные помыслы, тайные замыслы и умыслы, лучше сказать. Вот какие умыслы есть у нашей буржуазии и как она пытается вот этот свой умысел представить как нечто позитивное для работников. Надо сказать, что из законодательства наша дорогая дума уже повытряхивала то, что 8-часовой рабочий день у нас – это основной нормальный день. А этого уже нет. Хотя это и раньше всегда было. А осталось только, что у нас 40 часов рабочей недели. Дескать, вы можете в коллективном договоре, и сейчас об этом пишут в интернете, что вы можете в кредитном договоре установить себе какой хотите рабочий день. Ну, конечно, надо и устанавливать. Сейчас, если раньше, так сказать, мы говорили о том, что хорошо бы установить 6-часовой рабочий день, и даже объясняли, что его установить несложно, в принципе. То есть, если коллектив организовался, если он выдвинул такое требование, и если это требование не будет реализовано в коллективном договоре, а такое может быть, то он может довести дело до забастовки, воспользоваться конституционным правом на забастовку, то есть провести коллективные трудовые споры, ход разрешения которых прописан в Трудовом кодексе, ничего не надо там выдумывать, двигайтесь соответственно и с тем, что там написано, вы дошли до забастовки, а забастовка бывает двух родов. Первое – это полная остановка работы, это ни к чему, я бы это не советовал, по той простой причине, что зарплату вы не будете получать за то время, когда не работаете. Поэтому можно сделать так, что вместо 8 часов вы работаете 6 часов в ходе забастовки, и забастовка сводится к чему? К частичному прекращению работы. Ее можно оформить как бессрочную, а какое ее делать? Это дело забастовщиков, а не дело работодателя. И вы перешли в режим 6-часового рабочего дня. Что касается повременщиков, они, естественно, интенсивность своего труда повысят, потому что если они раньше растягивали свою работу на 8 часов, они это могут сделать за 6 часов. Что касается повременщиков, вот теперь надо будет с дельщикам помочь повременщикам тоже перейти на другие ставки, чтобы они, чтобы примерно была равная оплата за равный труд. Этот принцип, конечно, нужно сохранить. И сразу хочу сказать, тот, кто хоть сколько-нибудь занимался историей рабочего движения и движением зарплаты в мире, он знает, что никогда капиталисты не повышают зарплату, за редчайшим исключением. Вот Форд повышал зарплату, и тогда капиталисты его посадили на скамью в подсудимых. Его только суд присяжных спас, и он обращался к членам суда присяжных, говорил, ну вот если зарплата будет больше, то наши же рабочие понесут эту зарплату в магазин, а из полных магазинов будет вот снято то, что сейчас там валяется уже долг, и тогда вся экономика заработает, и тогда вы все будете лучше жить. И за него проголосовали, его оправдали. Но это вот большая редкость среди капиталистов. Умные капиталисты, они не потому глупые, что люди глупые, а потому что их позиция такая, что надо набивать себе карманы, а это можно сделать только за счет ухудшения положения рабочих. И правда, есть и еще одна дорога, которая называется относительной прибавочной стоимости. Когда прибавочную стоимость, которая потом превращается в прибыль, вы ее добиваетесь не за счет интенсификации труда. Давай, давай быстрее, давай дольше работать сверхурочно, давай ночью, давай в выходные дни, а за счет того, что применяется новая техника. Разве вы не знаете, что наши дорогие капиталисты, то есть господа нашей жизни, они этим очень плохо занимаются. У нас научно-технический прогресс не идет. Вот болтают про цифровую экономику, она действительно из цифр состоит, новой техники нету, повышения производительности труда практически нету, а производительность труда вообще вы ничего не прочитаете, потому что на эту тему молчат. А почему молчат? Потому что стыдно показать, что роста нет. А почему нет роста? Потому что в цифрах, если будешь выразить, будет 0,0,0,0,0 прирост. Вот и вся цифровая экономика. Поэтому болтовни у нас очень много, а реального внедрения научно-технических мантеров обошел все эти банки, которые дают под бешеный процент деньги, и никто поэтому там взять не может из реальных, так сказать, хозяйственников. А созданный фонд развития промышленности, ФРП, под 5% можно получить там в кредит под какую-то программу, которая направлена действительно на улучшение экономики. Ну, а что касается Министерства экономического развития, теперь ему подчинено ведомство статистики, которое статистику делает такую, чтобы нулевые темпы превращать в положительные. Как говорится, если посчитать хорошо, то вроде как темпы роста и есть. А если хорошо не посчитать, то вроде как их и нет. А вообще толку от Министерства экономического развития нет никакого. И не случайно его бывший руководитель сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме, а дело его продолжается. И вот закон о стратегическом планировании, который был принят, и с которым были связаны надежды, наконец-то будет государство осуществлять технический прогресс, он заморожен. Ну, вот я профессор по кафедре экономики и права, я не знаю, как можно заморозить закон. Ну, как можно его заморозить? Это что такое? Чай и вода? Ну, как можно закон заморозить? То есть, бесстыдство уже превосходит всякие пределы и размеры. Ну, как можно? Вы там сидите, государственный деятель, как у вас закон заморожен? Какой цены, так сказать, можно ожидать тогда от всех других ваших законов? Поэтому это же посмешище, в которое вы сами себя превращаете. Вот такая картина с этим делом. Поэтому, значит, какая стоит задача? Все трудовые коллективы, все профсоюзы, которые не потеряли связи с трудящимися, с рабочими, не предали рабочих, не предали трудящих, и должны выступать против вот этой так новоявленной инициативы, направленной на то, чтобы разгромить всякое рабочее профсоюзное движение, сделать его неспособным к работе, и сделать трудящихся неспособным к активной борьбе, поставить их в такое положение, что они могут только потом пить водку, пиво и играть в кейгельбаум. Что мы наблюдаем, как в некоторых цивилизованных странах. Поэтому задача состоит в том, чтобы выступать против этого во всех форумах. Форума, самая главная такая, коллектив, и это написано сегодня в интернете, если вы откроете. Вот сегодня же сразу всплеск был обсуждения на эту тему. Везде, так сказать, в государственной организации, в том числе и Министерство труда, разъясняют, что вы можете в своем коллективном договоре как угодно установить. Вот, можете установить все 6-часовой рабочий день. Можете уменьшенную рабочую неделю. То есть, пойти не по той линии, которая нам подсовывает ФНПР с подачи, так сказать, Исаева и других предателей рабочего движения, и других борцов против рабочего класса. А, пожалуйста, устанавливайте себе 6-часовой рабочий день. Хотите 5. То есть, нет никаких ограничений. Нет запрета. Закон запрета не делает. Это может быть сделано в коллективном договоре. И не надо ждать всех остальных, потому что, если вы будете ждать, то вы будете, то застынете все в ожидании. Вот те, кто поняли, что нужно делать, они должны сорганизоваться и перейти на 6-часовой рабочий день. Вот задача, которую рабочий класс России надо решить. Я хочу сказать, что это крупное очень событие. Это вот надо на эту ступеньку забраться, потому что таких событий было очень мало. До 1897 года, до крупнейших стачек, у нас не было вообще законодательно установленного рабочего дня. В России работали по 14-16 часов. Вот был рай для капиталистов. А это было начало капиталистического движения. Красота. Видимо, все об этом вспоминают, наверное, и Прохоров, и другие новые, новоявленные. Вот как было здорово, как хорошо. Они 14 часов работают, 16, а мы 14-16 можем отдыхать, ездить на острова. И там по электронной почте руководить. То есть, пока прибыль есть, мы генерального не снимаем. Прибыль уменьшилась – снимаем. То есть, сейчас уже капиталист может ничего не делать. Может только управлять через управляющих, которые он нанимает и также снимает. И они абсолютно не защищены законом, поскольку у них там нет такого правила, что уволить можно только по таким-то, таким-то статьям. По договору они, если не устраивают, завтра он уже не работает. Вот это было в 1897 году. Кто добился государственного установления рабочего дня? Трудящиеся, рабочие, путем забастовок. С 1897 года у нас был уже 11,5 часов рабочий день. Великое достижение. А вот когда произошла февральская революция, и все ходили с красными бантами, товарищи рабочие поняли, что им надо не просто надевать красные банты и ходить, они явочным порядком стали устанавливать 8-часовой рабочий день. Поэтому на вопрос о том, кто установил 8-часовой рабочий день, ответ – 1. 8-часовой рабочий день сами себе установили рабочие. Вообще слово «забастовка» хорошее, оно от слова «баста». Вот 8 часов работаем – и баста. И хватит. Вот что означает «баста». И хватит. Это не значит, что мы бесконечно работаем. 8 часов. А что сделало правительство большевистское в октябре 1917 года? Оно просто это декретом закрепило. Чтобы это было не просто инициативой рабочих, а рабочее правительство должно было превратить волю рабочих в закон. Но воля была уже проявлена. Не так, что вот вдруг вышли большевики и установили 8-часовой рабочий день. Да ничего подобного. Сначала рабочие установили, а потом большевики закрепили. Декретом о 8-часовом рабочем дне. Теперь нынешнему рабочему классу предстоит сделать то же самое. Перейти к 6-часовому рабочему дню. И тогда любому правительству, которое оно есть, которое хочет сидеть, по крайней мере, усидеть в нынешней ситуации, ему ничего не останется сделать, как это закрепить законом. Ну, а можно и не закреплять. Потому, что если закон о коллективном договоре и Трудовой кодекс России позволяет на каждом предприятии переходить к 6-часовому рабочему дню, ну, вообще трудящиеся и профсоюзы не нуждаются ни в каких законодательных установлениях для того, чтобы перейти к 6-часовому рабочему дню. А вот в организации профсоюзной, в организации большинства, которые будут выступать за 6-часовый рабочий день на деле и на практике, и тем самым чрезвычайно улучшить все свое положение, потому что что такое сокращение рабочего дня? Значит, если у вас вредный труд, вы уже не 8 часов в этих условиях вредности находитесь, а только 6. Если у вас тяжелый труд, то вы не 8 часов, а только 6 находитесь. Если он опасный, то вы в этой обстановке опасного труда, когда нервная система напрягается, потому что вы в каждый момент можете попасть, попасть, так сказать, в травматическое положение. Если это идет не 8 часов, а 6 часов, опасность меньше, травм меньше. У нас же смертные случаи есть. У нас производственный травматизм гораздо больше, чем на дорогах. У нас люди погибают. Но поскольку у нас примерно треть не платят работодателей, они платят пенсионные отчисления, потому что они не оформляют трудовые договора, этих людей как бы нету. Если они совершили, так сказать, какую-то ошибку, и произошла травма, травматические случаи, их аккуратно за пределы завода вынесут, и все, их нету. Их нету, и поэтому никто их лечить не собирается, и тем более оплачивать там бюллетень и так далее. Вот такая картина. Значит, 6-часовой рабочий день позволяет вам сорганизоваться, учиться, иметь знания и отдыхать, потому что надо не лечиться, а укреплять здоровье. Если вы здоровье будете укреплять, вы не будете болеть. Если вы не будете болеть, вам не надо ходить к врачам. А если вы, наоборот, будете по 10 часов работать, вы будете болеть, как вы понимаете, начни лечиться. Сейчас еще и при нынешней бесплатно-платной системе, как говорится, подойти к врачу бесплатно, а дальше начинается платность всякого рода. Если вы хотите сделать очень серьезную какую-то операцию, если вы хотите бесплатно, ждите и полгода. А если платно, можете на следующей неделе. И так далее. Мы же знаем всю картину. Это ни для кого не секрет. Это все продвигалось. Скажем, реформа, которая была сделана в здравоохранении недавно, в медицинской области, она свелась к тому, что на 7% сократились расходы на медицину. Это к чему привело? Закрыли всякие сельские медицинские пункты. Теперь человек, чтобы до ближайшего врача доехать, должен проехать в 80 километров. В одну сторону он поедет, когда он будет с сердечным пристом, а в другую сторону уже привезут труп. Мы уже знаем, что понимают люди под оптимизацией. Оптимизация вообще – это выбор наилучшего варианта. Но это действительно так. Наилучшего только здесь для буржуазии, которые не собираются заботиться о трудящихся. Здесь сказать, а мы из Таджикистана привезем, из Азбекистана привезем, из Киргизии придут, оттуда придут. Вы что, не знаете, что у нас смертность превышает рождаемость? И смертность превышает рождаемость, начиная с 90-х годов. Это, так сказать, крест России. В Советском Союзе какое было движение? Вот идет смертность вниз, а рождаемость идет вверх. И вот эта разница между числом родившихся и числом умерших все больше и больше возрастает. Начиная с 90-х годов рождаемость пошла вниз, а смертность пошла вверх, и вот появился так называемый крест России. И вот так мы и живем сейчас в России буржуазной, по которой прославляли, так сказать, при Ельцине, которую начали прославлять еще при Горбачеве. Мы живем в такой России, где смертность превышает рождаемость. Когда вы обдумываете какие-нибудь вопросы или придумывают какие-нибудь инициативы наше дорогое правительство, так не забывайте, какой критерий надо брать. Критерий такой, что у нас население России вымирает, поэтому не надо давать ему вымирать, надо думать, как его сохранить, и чтобы начался его рост. Между прочим, заодно по ходу дела делаются и другие придумки. Например, когда обсуждался вопрос о пенсионной реформе, все головы были заняты тем, что, дескать, ой, нам на 5 лет продвинут, продлят рабочее время, общее. И мы обгоним тогда все страны по продолжительности рабочего времени, которые нужно отработать для того, чтобы получить пенсию. Но одновременно с этим был повышен НДС. А что такое НДС? НДС, скажем, для фирм, для капиталистов, это не страшная вещь. Какая разница НДС? Вот заплатили, цены установили с НДС, а потом по этой цене приобрели, а потом возврат НДС в конце квартала. А для трудящихся, а для народа. Вот вы выходите из магазина, вы чек-то не выбрасываете, вы посмотрите на него, там написано, раньше писали там или 10, или 18%, а сейчас вы почитайте, там написано 20%. То есть, сначала с вас буржуазный государство застригает 13%, у нас плоская система налогообложения, у нас нету такого, как во Франции. Чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налогов, процент. И процент доходит до 58%. В Германии до 40%, в Америке до 38%, а у нас 13%. А вот вы почитайте свой чек, и увидите, с вас 13% сняли, когда зарплату вам давали, а поскольку вы зарплату всю в течение месяца отдадите в магазины, значит, с вас еще снимут 20%. Причем эти люди, которым возвращают их меньшинство, это руководители фирм, а вам никто ничего не возвращает, с вас заберут пятую часть того, что вам выплатили, вернее, то, что вам осталось после выплаты подоходного налога. Вот это вот, вашу зарплату уже без налога, вот вы с ней ходите в магазин, и у вас еще берут пятую часть. Вот надо быть не слепыми в этом отношении, видеть, что если сами трудящийся, сам рабочий класс не будет о себе заботиться, и не поймет, что освобождение рабочего класса, дело рук рабочего класса, он будет деградировать. Его будут отправлять в могилу. Его и отправляют в могилу. Вот это и означает, что смертность превышает рождаемость. Что это такое? Россия погибает. Россия погибает, и поэтому смотреть на вот эти инициативы нужно с этой стороны. Еще одна инициатива, которая должна в могилу загнать Россию. Поэтому так к ней надо относиться. И ей надо дать самый решительный отпор. И самый лучший отпор состоит не в том, что мы просто выскажемся. Вот я уже высказался, и вы можете высказаться в самых разных формах. Вот я, как руководитель, президент фонда рабочей академии, приглашаю всех желающих обращаться на рабочее ТВ. И рабочее ТВ позволит вам высказаться также в интернете, если у вас есть что сказать. Но это не самое главное. А самое главное, чтобы рабочий класс добился 6-часового рабочего дня и не давал себя сбивать с толку со всякими вот этими дурными антирабочими инициативами. Спасибо за внимание.